Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня международный гроссминистер Евгений Кондрыченко покажет вам знаменитый удар Николая Петровича Торопова, который был двукратным чемпионом СССР по шашечной композиции в разделе комбинации. Кстати, Николай Петрович был моим земляком, он был репрессирован и жил в городе Александровск, Пермского края ныне. Был женат, но трагическая судьба у него была, то есть репрессии, ребенок потом погиб. И в итоге, друзья, чтобы не сойти с ума, Николай Петрович занимался именно шашками. Так что рекомендую всем, чтобы у каждого мужчины было хобби, была какая-то отдушина в жизни. Евгений, здорово! Да, Олег, приветствую. Приветствую дорогих телезрителей, неравнодушных, особенно тех, кто отликнулся на последнюю мою просьбу на счет донатов. Таких нашлось три человека, спасибо им безмерное. Для настоящих телезрителей сегодня посмотрим такую своеобразную подборочку блестящих идей Николая Петровича Туропова и других авторов на эту идею. Обращаем внимание, в первой позиции для желающих решить можно поставить сразу на паузу, несколько секунд посмотреть или минутку, потом посмотреть решение. Да, друзья, сразу же все позиции, как только видите, 5 секунд будем давать на решение, то есть вы ставьте на паузу и решайте, либо смотрите решение. Да, вот такая вот незрачная позиция, у белых позиционно все ужасно, все плохо, черные считают, должны выиграть, но опытный глаз сразу замечает, что черные раскрылись, слишком много пустых полей образовалось в их позиции. То есть открытые дамочные поля, видите, решетчатость, так называемая, да. Поэтому сразу мы отбрасываем все обычные ходы и делаем сумасшедший немыслимый ход C3-D4. Обычно такие ходы на уровне подсознания отбрасываются, да. Но выясняется, что если сбит на E5, это очень простая идея, просто подождаться на G2, там, да, и снимаем ударом стрела, короче, на B8, простой выиграть достаточно. Это второстепенный вариант, он очевидный, да. Если завернуть в исходную позицию и главный вариант C3-D4 после боя на E1, то Николай Петрович предложил такой механизм ловли GF2, F2, 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 тонкий ход, F2. И отставляем дамку под бой на поле D2, получается, красивый такой хвостатый ударчик, да. Сразу уничтожается, ну и само собой, что ловится дамка в игре с белых. Так, понятно, да. То есть главная идея все-таки удара, это в сумасшедшем первом ходе такой, да. Значит, давайте следующую позицию посмотрим. Развиваю эту тему, значит, вариация тоже очень симпатичная. Опять-таки, видим, что черные раскрылись, да, раскрылись. Вот пустое поле H6, прежде всего, выдает, значит. И уже идея знакома, если пока идея не очевидна, да. Хочется, допустим, поменяться на E3, но это ошибочный план. А идея проясняется, если отдать D4, E5 для начала. D4, E5 получается, да. Ну, это же ознакомый рисунок позиции, да, E5, тот самый скользкий ход, Cd4. Три штуки бить нельзя очевидно, сразу провинец будет. А если сбить две, да, если три, понятно, там, на полный разром позиции сразу. Если сбить две штуки на E5, значит, да, то выигрывает простая такая вилочка Fe3 и E4. Красивый такой хвостатый удар, и без стороны. Кинжальный удар, по-моему, называется, да. Так вот, в без стороны можно бить, опять, все-таки плохо, да. Отличная тема, идем дальше, получается, да. Ну, очевидно, тоже, да. Следующая вариация, более хитрая, принадлежит авторству гроссмейстера, известного практика, чемпиона СССР Михаила Рахунова. Тоже, кстати, оппозиция, черных, кажется, не такой уж плохой, потому что слабых полей это не видно, честно говоря, да. Ну, поле F6, вот, хочется выбить шашку и провести вот это. Если слабых полей нету, то мы их создаем. Опять-таки, немыслимо ходцы до 4, очень свежая идея в такой вариации получается. Если бьет на E5, то очень простая идея висит, ударчик, колоночка, Fe3 и так далее, да. То есть, видите, здесь, так называемый, роздых, черные обязаны побить шашку, и мы успеваем провести удар. Куда тут, не знаю, проще. Ну, на B8 красивее всего отрезать, как обычно, да, то есть, как обычно отрезать. А главная идея, конечно, в красивом варианте, если бьют черные в данке, да, получается, тогда уже прикликается с идеей удара даже не колесо, а такой длинный хвостатый ударчик. Такая траектория удара принадлежит идее гроссмейстера Щеголева, знаменитого чемпиона в стаклетке, да, он еще и в русской такой удар проводил. И вот, смотрите, бьем не на А4, а бьем красивым боем на А2 в конце, да, снимая 6 штук. В этом элементном изны. То есть, объединили две идеи, очень ценное дополнение. Ну, тут все красиво, а тут есть еще более красивое, да. Но даем идее по мере усложнения стараемся, да. Следующая позиция принадлежит пьеру талантливого композитора Пуменчука, Пуменчук, значит. И вот все-таки идея издалека видна, раз мы знаем только механизм получается, дыр еще больше позиции, да. Поэтому еще более эффектным выглядит переход с А3 до А4, еще более очевидно, чем раньше, да. Дается какой-то мнимый выбор ходов получается, да. Ну, нельзя же бить, допустим, шашкой А5, потому что слишком много снимается со стороны белых там. Они бьют на А5, допустим, и уничтожают еще три штуки, да. Сбили-сбили, все, что можно, уничтожили, да. А, и дамка сразу же ловится. Да, так можно ловить, можно не ловить. Быстрый выигрыш. Это простейший вариант, примитивно, да, не главная тема, конечно. Главное, если черные бьют Е5 на Е1, и кажется, что у них дамка в безопасности, потому что поймать им сразу не удается, да. Но мы все-таки ловим ходом А4, идея в том, что выигрыш не сразу, а с промышуточным ударчиком. Так или иначе, черные побьют, допустим, ну, неважно, простой либо дамка. Допустим, дамкой на Ж3, допустим, там, как же три. Дамка, ну, неожиданно, да. Неожиданно объем на А8, неожиданно объем на А8, маленький промышуточный ударчик, да. И вот теперь элементно в том, что уже добиваем до конца, уничтожая черную дамку, да. До конца бьем. А потом дамка ловится, да. Шлагбаум, да, шлагбаум, да, шлагбаум. То есть, видите, у черных мешает своя же собственная шашка на Б4. Покажи, покажи до конца там два хода, покажи, чтобы было видно, почему мешает, да. Отдаем, и вот она мешает тут, видите. Белые совершают финальный удар. И, кстати, еще турецкий удар. Получается, шашку Б4 бить нельзя, приходится отходить черным. И тогда обрезаем по большой дороге. Да, очень красиво и сложно. Да. Следующий пример, значит, приводится из моей партии против мастера Садовского. Но, опять, интересно, что я, получается, лидер турниров на Гамблере, потому что за 13 лет побеждал в турнирах 1111 раз. А мастер Садовский там около 650 раз. Второе место в истории Гамблера занимает. Ну вот, то есть номер один, номер два соревнуются, да. Давай я надиктую, чтобы слабовидящие хорошо поняли. СБ4, ФЕ5, ЕФ4, ЖФ6, БЦ3, БА5. Возникает, это что у нас за начало? Отказанная городская, да, по-моему? Отказанная обратная городская. А, обратная городская. ФЕ3 и ФЖ5. Черные атакуют правый фланг белых. И белые временно отступают. ЖФ4, бьют назад. АБ6, ЕД4. И черные решили разменяться ДЦ5. Ну, у белых немножко застряла шашка на 1. Черные играют на слабость. СД6, АБ2. Белые строят ударный кулак и грозят разменяться ДЦ5. Черные решили тут разменяться назад. Ну, наверное, как-то надо было играть все-таки на слабость. Это уже не точный ход, я считаю. Белые начинают занимать центр. И уже преимущество у белых. Ну, небольшое, но преимущество. СД4, СБ6, БЦ3, ДЦ7. Подходим, подходим. Не стесняемся, как говорится. АЖ3, АЖ7, ЕФ2. И вот тут черные делают ФЕ7 ход. Мне кажется, уже сомнительный. Белые еще не проигрывают, но сомнительный. Зачем лишать себя опоры? Видите, наличие пустых полей уже дает основание искать комбинацию. Поэтому я провоцирую соперника, чтобы он пошел на связку. Вот так в партии было. БА5 идет на связку. АБ4, БА5, да. Допустили связку не для того, чтобы черные выигрывали, а для того, чтобы закрутить комбинацию. ДЦ5 острый ход такой получается. Здесь Евгений, то есть зная как раз удар Николая Петровича Торопова, делает блестящий ход ДЦ5. Да, в партии черные, значит, они заметили ловушку. И не сырали просто Ж4, проиграли позиционно после хода ДЕ3 и так далее. Проиграли позиционно. А самое вкусное, конечно, если после хода ДЦ5, если было запланировано на ход БА7, тогда вот сумасшедшая идея Торопова с красивым этим ходом СД4. Объединение двух идей Тороповская и удар колесо. Естественно, приходится бить дамки, да. То есть на Е5 бить нельзя, то есть на Е4 и такой хвостатый удар получается. Одну, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую шашку, шесть шашек побили. Так, если побили, допустим, на Е1, тогда уже играем ход Ж2. И удар чертова колесо или круг почета. Так, 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 очень красиво, да. Как и всегда. Так, следующая позиция. Следующая позиция принадлежит Перу талантливого составителя из города Львов, Украины, значит, Михаил Ливандовский, да. Опять-таки, позиционно у белых не очень удачная конструкция, но они делают сумасшедший ход от отдачи СД4 сразу получается. У черных, то есть, видите, опять так называемое решето, ослабленные дамочные поля Д8 и Ф8. Есть предпосылки для проведения комбинации, да. СМЕЛый ход, СМЕЛый ход. Если бьет на Е5, то просто подождали ходиком АСЖ3, и понятно, простой датчик стоит. АСЖ3 и снова бьем очень много шашек соперника. Ну, это второстепенный вариант, понятно, второстепенный, да. Главное, впереди. Конечно, бьют Данки, стараются бить черные в Данки, чтобы максимально больше шашек собрать. Но на белых есть получается два свободных темпа. Они подстроят нужную конструкцию. ФЖ3, тонкий ход, ФЖ3 именно, да. Данка бьет, неважно куда там, допустим, до конца там, да. И Е2, маленький промежуточный ход Е2 для заброса получается, да. Опять колесо в таком более замаскированном виде получилось, да. Тут уже незаметно это все. Надо искать. У АС4, бой-бой на АС4, и потом становится дамкой на Ф6, и аккуратно выигрыш получается со стороны белых, да. Вот видите, по кругу колесо, поэтому чертово колесо или круг подсчета, да. На АБ6, АШФ6 и так далее там, да. Довольно простой выигрыш там, да. На АБ6, значит, как мы играем? На Ф6. На Ф6. И получается, дамка контролирует большую дорогу. Да, даже чистая техника уже интересная. Вот эта шашка АШФ2 контролирует шашку АШФ6, соответственно. Покажу. Так, хорошо. И последняя идея, наиболее привлекательная из этого типа идей, то есть это составил, ну, гениальный, просто гениальный композитор из Москвы, сильный рог и композитор, гроссмейстер Юрий Николаевич Ермаков. Позиционно, кстати, у белых очень плохо, все в позиции соединенное, связанное, да, не видно, куда нормально пойти, но белые лезут до 4C5, образуя знакомый рисунок позиции. То есть, видите, друзья, если простые ходы, допустим, GH4 как-то, уже, наверное, просто B7, видите, и удар. Ну, покажу вкратце, чтобы понимали, что особо-то тут не разгуляешься за белый. Если пожертвовать шашку, допустим, напасть, ну, просто тоже, наверное, CD6, да? Ну, естественно, то есть, CD6, и снова, видите, проблемы у белых. Центр, но центр такой рыхловатый. То есть, необычные позиции требуют необычного подхода, поэтому для Ц5 еще более кривой ход, но он оказывается сильным, потому что хотим проявить дамки, а поменяться невозможно, и центр будет подавляющий уже, да. Приходится играть B7, получается, видите. Градим сыграть CB6, поэтому только B7. Опять-таки, у белых все ходы обычные проигрывают. Ну, покажу вкратце тоже, если меняться назад, тут уже у белых, получается, большое преимущество. Не, подавляющее, просто подавляющее. БЦ5, да, потом CD4, ну, и центр здесь уже мощный как раз. Обратите внимание, все обычные ХД5 проигрывают за белых, но немыслим в ход Ц3 до 4, три варианта взятия, чем отличается от предыдущих, да? Ну, давай рассмотрим все три. Если на Е5, то просто БА3, допустим. И, допустим, на Б8, скажем так. Чисто, чисто все, да. Так, если на Е1, тогда промежуточный ход надо сделать на Е5, получается, и удар колесо в том же виде, что и раньше, да, А4, и по кругу получается. Так, и вот удар колесо. Так, 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 так. И красиво этот сквозной отдача в Е5, простите внимание, в Е5. Вот такой элемент на мизне в этих комбинациях с такой отдачей. Дальше понятно, что белые легко выезжают. Снова удар колесо, да. Или круг почета. Или еще недавно на стриме один из зрителей назвал вот этот удар водоворот. Тоже прикольно звучит. Ну и все, черным остается только сдаться. Да. Вот такая подборочка для ценителей, да. И неравнодушных граждан. Большое спасибо, Евгений, за показанные красоты моего земляка и других известных шашистов. Мне очень понравилось. Сройко известных русских кругах, да. Да. Как и весь наш шашичный мир, допустим, да. Друзья, если понравилось данное видео, обязательно поддержите мое творчество, творчество Евгения. Большим пальцем вверх, подпиской. Ну и если есть возможность поддержать тоже Евгения, ссылочку на его карточку оставлю в описании ролика. Поддержите человека. Да, он показывает действительно красивые вещи. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok